МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ВЗРЫВ Апреля 2006 года на пригородной трассе произошла автокатастрофа. Легковую машину закрутила и выбросила на обочину. Водителя срочно доставили в ближайшую больницу. ВЗРЫВ Врачи констатировали клиническую смерть. У медиков было всего 5 минут, чтобы спасти мужчину. Надежды больше не было. Мужчина умер. ВЗРЫВ Невероятный случай произошел именно здесь, в реанимационном отделении обыкновенной районной больницы. Свидетелем чуда стала медсестра Татьяна Шилова. Женщина почувствовала за спиной какое-то движение. Палату озарила вспышка света. Татьяна обернулась и увидела очертания человеческой фигуры. Ангел. Именно так назвала его женщина. Склонился над погибшим. И сердце мужчины забилось вновь. Бог дает своих ангелов присматривать за тобой. Хранить тебя на всех путях твоих. Так написано в Библии. Существуют ли ангелы-хранители на самом деле? Или это красивая метафора? Согласно религиозным канонам, ангел-хранитель дается человеку при рождении и сопровождает его всю жизнь. Известны сотни случаев чудесных спасений. Последний российский император, Николай II, в детстве попал в железнодорожную катастрофу. Поезд сошел с рельс и превратился в груду обломков. Все пассажиры погибли, кроме будущего императора. Что спасает людей от случайной смерти? Бог, ангел-хранитель или простое совпадение? Виктор Щедров, солист популярной группы «Доктор Ватсон», до сих пор не знает, как объяснить чудо, которое произошло с ним несколько лет назад. Я по своей природе не суеверный человек. То есть в черную кошку я, по большому счету, не верил. Не верил до определенного случая. И через левое плечо никогда не сплевывал, никогда не крестился. А один жизненный момент меня заставил задуматься на эту тему. Два года назад группа «Доктор Ватсон» отправилась в турне по Краснодарскому краю. Ночью группа отыграла концерт, затем все легли спать. Рано утром коллектив должен был выехать в Ставроболь. Ну, как правило, у нас поздние концерты, знаете, когда это происходит всегда в таком режиме гастрольном, всегда устаешь. А когда поздние концерты, всегда на стрёме и на посту стоит директор, который, естественно, с утра его задача всех собрать, разбудить, всех оповестить. И, естественно, это утро было не исключением. Виктор собрался и, выходя из номера, понял, что не взял паспорт. Виктор начал искать его, но паспорт исчез. Это было странно, ведь накануне вечером он положил его на тумбочку. Я проверил всё. Проверил все тумбочки, проверил все столы, все углы. Может, завалился за кровать, проверил там, посмотрел в шкафу. Ну, собственно говоря, все возможные места я облазил. На это у меня ушло какое-то время. Естественно, люди, которые стоят внизу, уже начинают нервничать и переживать. Виктор продолжал поиски, когда в номере внезапно погас свет. Виктор ничего не понимал. Это было похоже на мистику. Кричу, ребята, у меня проблема. Они мне, в ответ мне, они, естественно, видите, ну, сколько тебя можно ждать? Первая машина уже ушла. Я говорю, у меня проблема, я действительно не могу найти паспорт, поэтому надо что-то делать. В номер уже стучался звукорежиссёр Вадим. Виктор открыл дверь. Свет в номере загорелся. Виктор рассказал, что у него не работает даже телефон. Вадим подошёл к телефону, снял трубку и услышал гудки. Всё было исправно. У меня паника, у меня уже, ну, я не истеричный человек, но тем не менее я уже запереживал. Он говорит, а это что такое? И показывает мне на прикроватную тумбочку. Совершенно спокойно, в моей красивой атласной обложечке лежит мой паспорт. Как ни в чём не бывало. На самом видном месте. Вот здесь я задумался. А не знак ли это какой-нибудь? Первая машина уже уехала. Ребятам пришлось догонять остальных на второй машине. Было раннее утро, стоял туман. Видимость не превышала 100 метров. Подъезжая к Ставрополю, они заметили на обочине перевёрнутый автомобиль. И вот здесь у нас сразу закралась, скажем, тревога. А что это такое за автомобили, кто это такие могли бы быть? И вдруг из передней двери мы увидели одного из членов нашего коллектива выходящего. Это наш директор был. Который выходил из перевёрнутой машины. Ну, то есть она перевернулась, видимо, и стояла вот так вот на боку в кювете. Потом уже, как ребята рассказали, она перевернулась и даже не один раз. Авария произошла 4 мая 2006 года. Виктор отмечает этот день как свой второй день рождения. Он уверен, что все мистические события в номере гостиницы произошли не случайно. Неведомые силы предупреждали. Ехать не стоит. Ведь поездка в роковом автомобиле могла стоить жизни. На Востоке говорят, судьба это лодка. Напрасный труд грести против течения, но по течению можно править. Причувствие опасности называют интуицией. Американские психологи пришли к поразительным выводам. Люди, доверяющие интуиции, в 5 раз меньше попадают в аварии. В 7 раз реже получают травмы. В 2 раза меньше страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями и подхватывают заразные болезни. Доказан еще один любопытный факт. Интуиция развита гораздо лучше у женщин, чем у мужчин. В юности с известной писательницей Дарьей Донцовой произошел удивительный случай. Впервые в жизни она поехала отдыхать одна, в Адлер, на Черноморское побережье. 31 августа я, наивная девушка, приехала в аэропорт города Адлера, чтобы купить обратный билет в Москву. Оказалось, что в кассе билетов нет. Ближайший рейс, на который еще остались билеты, полетит через неделю. Дарья была не готова к такому повороту событий, ведь на следующий день у нее начинались занятия в университете. Я была еще очень наглая, потому что мне было 17 лет, и у меня папа был депутат Верховного Совета, член ЦК КПСС. То есть, понимаете, да? И я не то чтобы всем этим пользовалась, но я понимала, что на какое-то исключительное положение. Поэтому, когда я не достала билета, я побежала к начальнику аэровокзала, вошла к нему и сказала, «Здравствуйте, меня зовут так-то и так-то, мой папа такой-то и такой-то, продайте мне билет». Начальник вокзала долго объяснял девушке, все билеты проданы. Но Дарья требовала немедленно отправить ее в Москву. В конце концов, она получила билет. Дарья позвонила домой, назвала номер рейса и отправилась на регистрацию. Девушка шла по зданию аэровокзала и с ужасом понимала, на этом самолете она лететь не хочет. Около кассы какой-то мужчина сдавал билет на следующий рейс. Это было настоящее чудо. Дарья тут же поменяла билет и успокоилась. Через два часа будущая писательница вылетела в Москву. Полет проходил нормально. Вдруг к пассажирам вышла стюардесса. Она предупредила, у самолета не выпускается шасси, посадка будет аварийной. Эти минуты Дарья запомнила на всю жизнь. Самолет все же удалось посадить. Пассажиров выводили из самолета по одному. Около каждого выхода стояли солдаты. Шеренгой такой нас повели. И такой, знаете, нас ведут, а там вдали какой-то дым, запах очень неприятный. Машин много, скорая помощь пожарная. И вот эти солдаты, которые идут, они только все время повторяют, не смотрите направо, не смотрите направо, не смотрите направо. Ну, ясное дело, я сразу посмотрела направо. А там какой-то дым и что-то там нехорошее. По громкоговорителю Дарья услышала свою фамилию. В аэропорту ее ждал обезумевший от горя отец. Оказалось, что самолет, на котором должна была лететь Дарья, разбился при посадке. С тех пор на самолетах Дарья Донцова больше не летает. Это можно назвать интуицией. Все равно что-то есть. Называть можно разными названиями. Но в ее случае, если она не верит в хранителей и уверена, что там что-то с болтиком случилось, но все равно эта интуиция подсказала ей не садиться в этот самолет. В 1958 году американские социологи пришли к потрясающему выводу. Транспорт, попавший в катастрофу, всегда заполнен лишь на 60%. Они вычислили и обратную закономерность. Если транспорт заполнен на 75%, крушение маловероятно. Они отметили еще одну особенность. На приговоренном рейсе резко возрастает число пассажиров, которые отказываются от поездки в последний момент. Люди получают какие-то знаки, слушают либо свою интуицию, либо слушают знаки от ангелов-хранителей, которые мешают им сесть на самолет. То есть можно сказать, что да, действительно, вот эта разница, это как раз есть те люди, которые получили от своих ангелов-хранителей какие-то знаки, либо ангелов-хранителей не дали им сесть на самолет, который потерпит крушение. Салют-7 А затем исчезнет Через 13 дней история повторилась Явление ангелов наблюдали уже 6 очевидцев К космонавтам присоединились Светлана Савицкая, Игорь Волк и Владимир Дженебеков В ярком свете снова появились 7 крылатых фигур Каждый размером с авиалайнер Они летели рядом с кораблем и улыбались Что это было? Массовая галлюцинация или настоящие ангелы? Слово ангел в переводе с древнегреческого означает вестник, послание Именно ангелы передают человеку божественную волю Так, согласно Библии, ангел сообщил Деве Марии о рождении божественного младенца Иисуса 10 божественных заповедей получены Моисеем на горе Синай от огненного ангела Об ангелах пишут все религиозные и мистические учения У них есть имена и строгая иерархия Серафимы, Херувимы, Архангелы, Ангелы Мистики утверждают, человек может с ними общаться Даже люди, связанные с магией Ведьмы, экстрасенсы и колдуны утверждают, что они видят ангелов Они умеют призывать своих хранителей при помощи мистических обрядов Делаешь обряд на то, чтобы он появился И он сам по себе приходит Знаете, как бывает, там кот прибился, допустим, рыжий кот пришел Внезапно появился у вашего порога дома Это и есть Если вы делаете обряд с целью призвать всех в помощники, как ангела-хранителя Чтобы он вас оберегал от каких-либо негативных воздействий От любого негатива В принципе, вот, это все реально сделать, да Лишь ангелы-хранители появляются сами, когда человеку угрожает серьезная опасность Принято считать, что в день именин ангел-хранитель спускается на землю И целый день находится рядом с человеком В этот день ангелы активны Если его празднуют в церкви, естественно, этот ангел присутствует здесь И, наверное, он помогает быстрее тем, кто к нему обращается Те, кто принадлежит его епархии, например, носит такое же имя, как он Этот святой, этот ангел и был создан для того, чтобы помогать людям вот именно с этой программой С этим именем 23-летняя Анастасия Фадкулина в день своих именин должна была погибнуть Но осталась жива Это произошло в 2007 году Анастасия увлекалась автомобильной игрой «Дозор» Несколько человек разбивались на команды и получали задания Которые надо было выполнить в течение ночи Для того, чтобы поиграть, нужен автомобиль Им управляет пилота Также нужен штурман То есть это соседний человек, который сидит рядом У него должна быть карта на руках города В роковое утро Анастасия встала в прекрасном расположении духа Сегодня был день ее именин Она решила отметить его необычно Поиграть в «Дозор» Девушка тщательно готовилась к игре Достала карту, фонарик, телефон У меня где-то часов с 7 вечера У меня было такое желание вообще не садиться сегодня за руль И никуда вообще из дома не выходить Игра начиналась в 10 часов А в 9 часов нам надо было быть Вот в Эремеле Вот мы встречались с командой со всей Нам надо было там договориться Все вот это сделать Мне оставалось буквально 2 часа дать точный ответ Как бы буду я играть сегодня или нет Анастасия взяла телефон и даже набрала номер Но что-то ее остановило Не дождавшись ответа, она положила трубку Внутренний голос подсказывал ей Не надо ехать Часто приходит пациент, который рассказывает Что им помогает внутренняя интуиция Которая иногда появляется в виде каких-то ощущений Или голоса Голос не навязчивый, а голос, который в трудной ситуации Помогает принять решение До места назначения она доехала без приключений Всем раздали задания Игра началась Поступило сообщение о том Что нам нужно двигаться К центральному рэпу парка Калинина То есть мы поехали В машине сидело еще помимо меня трое человек Мы проехали перекресток фирмы Мир И вот не доезжая округ Галин Может метров за 500 У меня начала заносить машина Девушка отчаянно вцепилась в руль И сбросила скорость Машину закрутила и вынесла с проспекта Автомобиль врезался в автобус Мне рассказывали Как нужно в таких ситуациях поступать И просто когда я уже поняла Что уже бесполезно что-то делать с машиной Просто уже поддалась случаю Ну что произойдет, то произойдет Получается я в тот момент Уже когда отпустила руль Я уже тогда теряла сознание То есть я уже не видела вот этого всего удара Куда там, что там Анастасия очнулась через несколько минут Голова кружилась А левую ногу девушка вообще не чувствовала Анастасия оглянулась и увидела Что в машине кроме нее никого нет Я побоялась, что машина вот-вот Сейчас там загорится или рванет Не дай бог что с ней случится Ну из машины уже все вышли Я не знаю каким образом Я просто оттуда выскочила Место для ног, как я потом посмотрела Там вообще не существовало Просто там Ну невозможно сидеть было Вышла из машины Просто не понимая себя Не оценивая ситуацию Что произошло Мне как в тумане было Я не верила в то, что Произошла вот эта вот авария Анастасия плохо помнит Что происходило дальше Как приехала скорая И увезла ее в больницу В приемном покое Врачи сказали ей Ноги сломаны Три недели девушке Предстояло ходить в гипсе Но что такое гипс По сравнению со спасенной жизнью? Анастасия считает Что от смерти ее спас Ангел-хранитель Или святая Анастасия Ведь охраняют людей Не только ангелы Но и святые Например Николай Мерликийский Защищает мореплавателей Святой Юлиан Путешественников А святой Георгий Победоносец Помогает военным В историях О войне 812 года Очень много есть примеров Когда Людям являлся Именно Победоносец Когда была битва за Москву Потому что Победоносец Является хранителем Москвы И были люди Которые описывали Видение Именно вот этого ангела Который давал им информацию Направлял их на какие-то действия Или укреплял верю Время от времени Это случается с каждым Например Начинает преследовать Определенное число На это число Выпадает И день свадьбы И номер машины И номер телефона Или к примеру Вспоминаешь Приятеля Которого не видел Несколько лет И тут же Сталкиваешься с ним На улице Лауреат Нобелевской премии Физик Вольфганг Паули И психолог Карл Густав Юнг Независимо друг от друга Пришли к единому выводу Случайных совпадений Не бывает Невероятный случай Произошел с писательницей Радисткой Кэт 23 октября 2002 года Девушка мечтала попасть На знаменитый мюзикл Норд-Ост Где вредные веры Переживаем мы Дай Бог Спектакль шел с аншлагами Совершенно неожиданно Лучшая подруга подарила Девушке билет Собирались идти вместе С самого утра Собственно было такое Приятное ожидание Вечера И все вот как-то Начало валиться из рук Я даже не могла Понять причину Просто настроение было Какое-то неважное Какое-то, знаете, нервное А тут еще подруга Позвонила Сказала, что она заболела И что может быть Мы вообще не пойдем никуда Но я была полна решимости Я сказала, нет Знаешь, я так долго ждала Я просто пойду, видимо, одна Вечером радистка Кэт Нарядилась Сделала прическу И макияж И приготовилась к выходу Вставила ключ В замочную скважину И с ужасом поняла Дверь открыть невозможно Я проворачивала ключ В замке В разные стороны Вроде он поворачивается А сам язычок Из паза Он просто не выходит Я скакала Прыгала вокруг этой двери То есть это мне было Чрезвычайно обидно То есть какое-то Отчаяние даже нахлынуло Я отвертку какую-то принесла Начала замок раскручивать Замок заклинило Девушка позвонила В службу спасения Бригада спасателей Приехала только через полтора часа Ожидание казалось бесконечным Радистка Кэт Включила телевизор И увидела Экстренный выпуск новостей Театральный центр На Дубровке Захвачен террористами Что я могла подумать Что Бог отвел Или не знаю Ангел-хранитель Меня туда не пустил Я просто сидела И испытывала какое-то Вот ощущение тихого ужаса То есть Как вообще такое могло произойти Что я могла быть там Среди этих людей И вообще могла погибнуть Считается, что ангел-хранитель Есть у каждого человека Он появляется в момент рождения Это невидимый дух Который всегда находится рядом И оберегает человека всю жизнь Верить в него или нет Каждый решает сам Космонавт Георгий Гречко Убежден У него ангел-хранитель есть Ведь он не единожды спасал Георгия Михайловича от смерти Я пять раз тонул И каждый раз оставался живой Я пару раз был В смертельной опасности На мотоцикле Один раз я через руль Перелетел в лес Летел головой вперед И просто пролетел между деревьев Если бы ударился головой Об дерево То мозги бы там На дереве остались Рос Георгий Михайлович Во время Великой Отечественной войны По вечерам Вместе с друзьями Пробирался на заброшенный Военный склад Там было много интересного Мальчишки находили Всевозможные боеприпасы Оружие, патроны, взрыватели Георгий Михайлович Отчетливо помнит тот день Когда его друг нашел На складе ржавый снаряд Не чувствуя опасности Мальчик взял снаряд в руки Раздался взрыв Его разорвало на куски А я стоял ближе всех Ну метров 6-7 И меня ни один осколок не задел А мы друзья Вот брат был далеко И за стеной Толчала только нога В ногу маленький осколочек попал А другого Грудь немного поранила Третьему Значит в бедро вошел осколок А я опять остался Значит невредимый Сегодня Георгий Михайлович Говорит, что это настоящее чудо Его спас ангел-хранитель Он же помогал ему Следовать своей судьбе С детства Георгий Михайлович Мечтал о космосе Но как попасть в число Первопроходцев Будущий космонавт Прошел множество Сложных испытаний Пока не оказался на орбите Желающих было много 200 человек на место Будущие космонавты Должны были пройти 80 тестов Георгий Гречко Помнит каждый И вдруг Мне говорят, что я прошел А дальше Вот по горячности своей По легковерности По черчу искренности Я все время Попадаю в какие-то ситуации Тяжелые Георгия Михайловича Зачислили в центр Подготовки космонавтов Но случилось Новое несчастье Во время прыжка С парашютом Он сломал ногу С мечтой о космосе Можно было Попрощаться Судьба Разделась пополам Вот здесь То, что было До перелома А вот здесь Уже После перелома Меня положили В госпиталь И сказали Узрастет Нога На следующий год Будешь сдавать Опять все Проходить Но это была Просто вежливая форма Отказа Ясно было Что это все В госпитале Он пролежал Несколько недель Георгий Михайлович Был в отчаянии Врачи говорили Что он не сможет ходить Но Произошло чудо И вдруг приезжает Вот Там есть Фотография Комарова И он меня вытаскивает Из госпиталя Опять на подготовку И Меня Вез В центр Платов Космонавтов С ломанной ногой В гипсе Хирург Мокров Врач Человек Гуманной профессии Он Целый час К что мы ехали Говорил Какой дурак Тебя Велел На подготовку Кому Ты там Нужен Со сломанной ногой Что У нас Не хватает Космонавтов С целыми ногами Георгий Михайлович Считает Ему помогает Ангел-хранитель Ведь мистические Случаи Случаются В его жизни Постоянно Например Вещи и сны Георгий Михайлович Медленно шел По темному коридору И попал В незнакомую комнату Там на кровати Лежала его жена Накрытая белым полотном Георгий Михайлович Откинул полок И с ужасом Понял Женщина Мертва Космонавт Проснулся В холодном поту Звонил телефон Незнакомый голос Сообщил Его жена Погибла Под электричкой Не дай бог Увидеть такое Еще раз Я бы звонил Предупреждал Просил Не выходить На улицу Но вот Этот сон Показал мне Что Вот Моя наука Да Физика Математика Она еще Не все знает Может Что есть Какие-то миры Пространства Другие может быть Времена Где можно Видеть даже Будущее Ну Если это есть А это я Лично убедился Я никого не хочу Убеждать Кто не верит Пусть не верит Но я знаю Есть Вещие сны Есть Судьба И есть Ангел-хранитель Про удачливого человека Говорят Родился под счастливой Звездой Возможно Звезды Действительно Влияют На судьбу А могут Ли они Стать Хранителями Оказывается Да Одна из Библейских Историй Гласит Сын Ноя Хам Еще Несколько Тысячелетий Назад Изготавливал Талисманы И обереги Используя Энергию Звезд И планет Его даже Прозвали Сын Звезд Он Наносил На пергамент Таинственные Символы Их нужно Было Носить С собой Для того Чтобы заручиться Небесной Поддержкой Астрологи До сих пор Уверены Звезды Способны Не только Приносить Удачу Но и Защищать От опасностей Певец Сергей Крылов Приобрел Себе Самого Необычного Хранителя Неизвестную Звезду Говорит Что с этого Момента Постоянно Чувствует Небесную Защиту Если у тебя Фантазия Работает Ночью Ты смотришь Вау Сколько Звезд А тебе Говорят Хотите Мы Какую-нибудь Звездную Зовем Вашим Именем Имя Для Звездного Талисмана Сергей Выбрал Сам Он Называет Ее Планетой АСС 219 И Перед Каждым Концертом Обязательно Смотрит В Звездное Небо Она Его Оберегает Он Опирается Он Там На Уровне Клеточной Памяти Идет Связь С Его Планетой А еще Звезды Определяют Судьбу Человека Иногда Ее Сравнивают С дорогой И если Человек По каким-то Причинам Сворачивается Своего Пути Ему Посылаются Знаки Ох Как Хорошо Именно Это Произошло Солистом Группы ПМ Вячеславом Бодоликой Он Не знал Что лучше Выбрать Музыку Или Футбол Либо Ангел-хранитель Либо Господь Бог Просто-напросто Помогает Выбрать Правильное Решение Благодаря Какой-то Сложной Ситуации Которую Ты в тот Момент Еще Собственно Говоря Абсолютно Не Ну Ты не Понимаешь Почему Это Произошло Ты можешь Мучиться Ты можешь Страдать Ты можешь В эти Моменты Переживать Какие-то Страшные Минуты Своей Жизни Но ты Потом Со Временем Понимаешь Что это 14 лет Он играл Футбол Был Капитаном Команда И собирался Покорить Футбольный Олимп Но в семье Вячеслава Все были Музыкантами И мальчика Тоже готовили К музыкальной Карьере Безусловно Отец Будучи Заводилом Культуры Города Он мечтал О том Что у него Будет талантливый Сын Играющий На скрипке И будет Продолжение Рода Но никак Он не думал О том Что сын Будет Футболистом И конечно Сильно переживал По этому поводу Я в свою очередь Очень сильно Хотел быть Футболистом Я не понимал Как мальчик Мужчина Может играть На скрипке И вообще Что это такое Как-то не по-пацански Все это дело Но все решила Судьба Во время Очередного матча Вячеслав Получил Тяжелейшую травму У него Были повреждены Кости ноги Это была Сумасшедшая история Почему? Потому что Одна кость У меня неправильно Срослась Меня ломали Заново В общем Полгода жизни Может быть даже больше Сейчас уже не помню Я видел Ежедневные Мамины слезы Папины переживания На футбольной карьере Был поставлен крест Врачи не давали Никаких гарантий Вячеслав Стиснув зубы Заново учился ходить Папа сделал Очень хитрый ход За что Я ему очень сильно благодарен Опять же То есть Это просто так Не могло произойти И Он меня отвозит На большой фестиваль В Румынии Большой классический фестиваль Куда я В эту атмосферу Я попал впервые Да Это фраки Это классическая музыка Это шампанское Это икра Это этикет Вячеслав оказался Самым юным участником фестиваля И это не помешало ему С достоинством Выдержать конкурсные испытания Он стоял на сцене Где до него играли Величайшие музыканты И испытывал Необыкновенное счастье В тот вечер Юноша принял Самое важное решение В своей жизни Он выбрал музыкальную карьеру Если бы не этот случай Но абсолютно точно Непонятно что было бы Может быть Я там для себя Все таки там Процентов на 20 На 30 Превышала Футбольная карьера И я этого сильно хотел Мне сильно это нравилось А если бы я думаю Что не произошел бы этот случай Ну вряд ли Был бы музыкант Вряд ли я потом поступил В музыкальное училище Вряд ли Я потом бы поступил В консерваторию Вряд ли я попал бы В шоу-бизнес большой И вряд ли Я бы сейчас давал бы интервью И рассказывал вам об этом Изначально ювелирные изделия Имели оккультное назначение Поэтому носить золотые И серебряные украшения Дозволялось только знати И духовному сословию Сегодня ситуация изменилась Но вера в магическую силу Драгоценности осталась В чем секрет? Может это просто мираж И он растает так же как дым Солистка группы Мираж Наталья Гулькина Солистка группы Мираж Своим амулетом Вот это кольцо С горным хрусталем Оно попало к Наталье При загадочных обстоятельствах Группа Мираж Гастролировала в Германии После концерта Наталья прогуливалась По магазинам Берлина В ювелирной лавке Она увидела необычное Серебряное колечко Наталья померила его Кольцо сидело как влитое И решила купить украшение Но узнав цену Сразу же отказалась от покупки Милая безделушка Стоила очень дорого Невероятно Но с этого момента Певица не могла Найти себе места У нее все валилось из рук Внутренний голос Говорил ей Это кольцо Сделано специально для тебя Я все время про него думала Сминала Я решила Нет, я его куплю Я не знаю почему Откуда ко мне пришла Эта мысль Но она пришла Ко мне эта мысль Что я это кольцо Должна одевать Вот всегда Когда какие-то Мои вот сложные моменты Да Там Не знаю Какие-то экзамены В жизни Мягко говоря Да В последний день гастролей Наталья не выдержала Она вернулась в магазин Купила колечко И сразу же успокоилась Певица верит Украшение стало ее хранителем Она надевает его Перед каждым выступлением И в сложных Жизненных ситуациях В чем же секрет Таинственного колечка Возможно Все дело в горном хрустале Считается Что этот светлый кристалл Положительно влияет На судьбу своего владельца Притягивая в его жизнь Только хорошее Она когда держит Вот в руках Этот кристалл Ну он у нее на пальцы одет Да Она верит в то Что он ей приносит Удачу Так вот Кристаллическая порода Самого хрусталя Дает ей возможность Просто настолько усилить Вот эту вот свою удачу Что действительно К ней приходит Вот везение Горный хрусталь Издавна использует Экстрасенсы и колдуны Считая его Камнем интуиции Специалисты в области Биоэнергетики Объясняют Излучение минерала Резонирует с высшим Энергетическим центром человека Чакрой Который отвечает За невидимую связь Человека с космосом Способность Воспринимать космическую Информацию Наделяет человека Пророческим даром Не случайно Именно горный хрусталь Используют для гаданий И предсказания Будущего Одна из самых известных Провицательниц 20 века Англичанка Нейл Сент-Джон Монтегю Получила свой уникальный Пророческий дар Благодаря хрустальному шару Семья Нейл Жила тогда В Индии Все началось После того Как няня Подарила девочке Экзотическую игрушку Шар из горного хрусталя Пятилетняя девочка Внимательно Рассматривала шар И вдруг почувствовала Он Начал терять Форму На его месте Появилось Туманное пятно Затем я увидела Спальню моей матушки На кровати лежал Синий халат С вышивкой Мама подошла к кровати Протянула руки Чтобы взять халат И вдруг В мягких складках Шелка что-то зашевелилось Это была кобра Она выгнулась Замерев перед броском Я испугалась И выронила шар Перепуганная Нейл Бросилась к матери Чтобы успокоить Дочь Женщина позвала охранника И они втроем Вошли в спальню Матушка подошла К кровати И вдруг Часовой С криком Оттолкнул ее В сторону Из складок Халата Стремительно Возникла кобра Змея готовилась К прыжку Все что Увидела Нейл В хрустальном шаре Исполнилось В точности После того Как Наталья Гуйкина Стала носить Кольцо Амулет С горным хрусталем Она тоже Научилась Интуитивно Причувствовать Несчастье И избегать их Более того В ее жизни Стали появляться Люди С невероятными Способностями Однажды На гастролях Наталья заболела Выступление Было под угрозой Неожиданно В гостиничном номере Раздался звонок Неизвестная Поклонница Сообщила Эта болезнь Результат С глаза И предложила Почистить ауру Наталья согласилась Буквально За полчаса Женщина А она оказалась Сильным экстрасенсом Поставила певицу На ноги И концерт Состоялся После обряда Очищения Таинственная Поклонница Дала Гулькиной Совет Как защищаться От негативного Воздействия По словам Экстрасенса Нужно Мысленно Рисовать Вокруг себя Светлый кокон Одевая себя Вот просто Вот такое Вот прям Вот в яйцо То есть И когда ты Вот Совершенно Вот сознательно Рисуешь Вот этот вот Кокон Себе Представляешь Чувствуешь Что ты в нем Ты реально В нем Оказываешься И всякая Плохая энергетика И Так сказать Какие-то Отрицательные вещи Которые Вокруг Везде витают И Так сказать Царят Да Они мимо тебя Они будут Просто биться Как об стену Вот И собственно Будет тебе это Помогать и спасать У кубинского Руководителя Фиделя Кастро Есть талисман Изготовленный Из черепов Преступников Этот магический Предмет Ему подарили Африканские Колдуны Оперный певец Федор Шаляпин Считал своим Талисманом Перстень с алмазом По легенде Это ювелирное Украшение Заговоренное На защиту От темных сил Оберегало Самого Петра Первого Треуголка Была берегом Наполеона Бонапарта А композитор Геннадий Гладков Связывает свою Удачу С ковбойской Шляпой Вера в волшебную Силу предметов Жива до сих пор Например Герой Великой Отечественной Войны Илья Иоффа Считает своим Талисманом Вот эту Маленькую Записную книжку Я когда На нее Гляжу Или рассказываю Но я не могу Сразу Меня берет Такое Стрессовое Состояние Я Волнуюсь Очень Ну как бы сказать Эта книжка Имеет у нас Дома Как бы сказать Легендарное Значение Это произошло В 1943 Году Под Донецком Илья Иоффа Служил В танковом Подразделении Советские войска Шли в наступление Бой длился Почти 4 часа Когда в танк Ильи Попал снаряд И в этот момент Снаряд С правой стороны Болванка Дала Руку напрочь Срубила Пулемет Этот Рукоятку Дала Ударилась Пушку И Болванка Полетела Рикошотом Вниз Чтобы остановить Кровотечение Илья перетянул Руки проводом И попытался Вывести танк Из-под обстрела Но через несколько секунд Раздался новый взрыв Илье чудом удалось Выбраться Из горящего танка И под перекрестным огнем Добежать До полевого госпиталя Он весь был Изранен осколками Но самое невероятное Выяснилось На операционном столе Самый большой осколок Попал В записную книжечку Находившуюся у Ильи В нагрудном кармане Около сердца Он видимо шел Блоско Я так вам представляю Он пробивает Книжку Это уже потом Идет сюда Вот пробито Сюда пробито Вот проходит Вот здесь еще Сказан Но насквозь Пройти не смог Он в книжке Застрял Эту маленькую книжку Перед уходом на фронт Илье подарила жена Со словами Возьми на счастье И носи у сердца Илья Иофа С благодарностью Принял подарок И никогда с ним Не расставался Хранил книжку И носил всю войну В нагрудном кармане Возможно Илью Иофа Спасла не записная книжка А любовь Его жены Воры стали говорить Что жена мне подарила Талисман Который меня Потому что Если бы осколок Шел здесь Ну Я не берусь сказать Что обязательно Бы сердце пробило Но удовольствие маленькое Получить осколок В зоне сердца Согласно Эзотерической теории Талисман Это заключение договора С высшими силами о том Что они будут защищать И помогать человеку Поэтому Настоящие талисманы Делают из благородных металлов Золото Или серебра На них наносят Тайные магические знаки Призывающие духов Которые будут охранять владельца И все это происходит В соответствии С расположением звезд Фазами Луны И гороскопом человека В определенное время Суток Ставятся знаки На этих талисманов Делается программа И как бы просишь У высших сил За определенного человека Тех благ земных Женских радостей Изобилия земных благ Потому что В космосе нет такого Как деньги, доллары, золото Там есть изобилие земных благ Талисман, который делается На удачу в карьере На прибыль денег Соответственно ставятся знаки На то, чтобы На изобилие земных благ И записательно ставится Каждый талисман Имеет свою защиту Человека Его энергетики Чтобы не было утечки С энергетических вихрей Энергии И не важно Знает человек Что ему был сделан талисман Или нет Защита все равно работает В практике мага И ясновидящей Ларисы Грибовой Которая несколько лет занимается Изготовлением талисманов Были мистические случаи Например От сделанных ею талисманов Исходило непонятное тепло В основном приходят женщины Чтобы я сделала талисман Для мужа На удачу в карьере Но чаще всего Еще не говорят мужьям Что вот я обратилась И ложат Кладут этот талисман Под подушку Были такие случаи Что муж находил Говорит что-то горячее здесь Непонятное Ну А потом уже женщина рассказывала Вот я тебе сделала талисман Вот он ему приносит тебе удачу Вот помнишь тогда Вот помнишь тогда Вот уже Почему же ты мне не говорила Давай я буду одевать Сделать себе защитника Каждый может сам Для этого не нужно проводить Сложные магические ритуалы Достаточно прислушаться К собственной интуиции Допустим Или же тоже монетку Или же Какой-то Какой-то браслетик Какой-то Какой-то колечко Да Как бы это сконцентрировать Энергетику Да Поспросить у высших сил Программу Когда человек Просит высших сил Его мысли Материализируются И человек действительно Получает то что он хочет Главное верить Что амулет Защитит от бед и неприятности И тогда он Действительно станет Хранителем Ангел-хранитель Есть у каждого Для кого-то это обереги Для кого-то талисманы Собственная планета Или шестое чувство В минуты опасности Когда человек Доходит до отчаяния Эти таинственные силы Спасают его от гибели Только нужно Обязательно в них Верить Вы смотрели Фантастические истории Сергея Дружко Редактор субтитров А.Семкин Время Апреля 2006 года На пригородной трассе Произошла автокатастрофа Легковую машину закрутила И выбросила на обочину Водителя Срочно доставили В ближайшую больницу Время Время Констатировали клиническую смерть У медиков было всего 5 минут Чтобы спасти мужчину Надежды больше не было Мужчина умер Невероятный случай Произошел именно здесь В реанимационном отделении Обыкновенной районной больницы Свидетелем чуда Стала медсестра Татьяна Шилова Женщина почувствовала За спиной какое-то движение Палату озарила вспышка света Татьяна обернулась И увидела очертания Человеческой фигуры Ангел Именно так назвала его женщина Склонился над погибшим И сердце мужчины Забилось вновь Бог дает своих ангелов Присматривать за тобой Хранить тебя на всех путях твоих Так написано в Библии Существуют ли ангелы-хранители На самом деле Или это красивая метафора Согласно религиозным канонам Ангел-хранитель Дается человеку при рождении И сопровождает его всю жизнь Известны сотни случаев Чудесных спасений Последний российский император Николай II В детстве попал В железнодорожную катастрофу Поезд сошел с рельс И превратился в груду обломков Все пассажиры погибли Кроме будущего императора Что спасает людей От случайной смерти Бог, ангел-хранитель Или простое совпадение Виктор Щедров Солист популярной группы Доктор Ватсон До сих пор не знает Как объяснить чудо Которое произошло с ним Несколько лет назад Я по своей природе Не суеверный человек То есть в черную кошку Я по большому счету Не верил Не верил до определенного случая И через левое плечо Никогда не сплевывал Никогда не крестился Вот А один жизненный момент Меня заставил задуматься Задуматься на эту тему Два года назад Группа доктор Ватсон Отправилась в турне По Краснодарскому краю Ночью группа отыграла концерт Затем все легли спать Рано утром Коллектив должен был Выехать в Ставроболь Ну, как правило У нас поздние концерты Знаете, когда это происходит Всегда В таком режиме гастрольном Всегда устаешь А когда поздние концерты Всегда на стреме И на посту стоит директор Который, естественно С утра Его задача всех собрать Разбудить Всех оповестить И, естественно Это утро было не исключение Виктор собрался И, выходя из номера Понял, что не взял паспорт Виктор начал искать его Но паспорт исчез Это было странно Ведь накануне вечером Он положил его на тумбочку Я проверил все Проверил все тумбочки Проверил все столы Все углы Может, завалился за кровать Проверил там Посмотрел в шкафу Ну, собственно говоря Все возможные места Я облазил На это у меня ушло Какое-то время Естественно Люди, которые стоят внизу Уже начинают нервничать И переживать Виктор продолжал поиски Когда в номере Внезапно погас свет Виктор ничего не понимал Это было похоже на мистику Кричу Ребята, у меня проблема Они мне В ответ мне, естественно Видите, ну, сколько тебя можно ждать Первая машина уже ушла Я говорю У меня проблема Я действительно не могу найти паспорт Поэтому Надо что-то делать В номер уже стучался Звукорежиссер Вадим Виктор отпил дверь Цвет в номере загорелся Виктор рассказал Что у него не работает даже телефон Вадим подошел к телефону Снял трубку И услышал гудки Все было исправно У меня паника У меня уже Ну, я не истеричный человек Но, тем не менее Я уже запереживал Он говорит А это что такое? И показывает мне На прикроватную тумбочку Совершенно спокойно В моей красивой Атласной обложечке Лежит мой паспорт Как ни в чем не бывало На самом видном месте Вот здесь я Задумался А не знак ли это Какой-нибудь Первая машина Уже уехала Ребятам пришлось Догонять остальных На второй машине Было раннее утро Стоял туман Видимость не превышала Ста метров Подъезжая к Ставрополю Они заметили на обочине Перевернутый автомобиль И вот здесь у нас Сразу Закралась Закралась Скажем Тревога Что это такое За автомобили Кто это такие Могли бы быть И вдруг Из передней Из передней двери Мы увидели Одного из членов Нашего коллектива Выходящего Это наш директор был Который выходил Из перевернутой машины Ну то есть Она перевернулась Видимо И стояла вот так Вот на боку В кювете Потом уже Как ребята рассказали Она перевернулась И даже не один раз Авария произошла 4 мая 2006 года Виктор отмечает Этот день Как свой второй день Рождения Он уверен Что все Мистические события В номере гостиницы Произошли не случайно Неведомые силы Предупреждали Ехать не стоит Ведь поездка В роковом автомобиле Могла стоить жизни На востоке говорят Судьба Это лодка Напрасный труд Грести против течения Но По течению Можно править Причувствие опасности Называют Интуицией Американские психологи Пришли к поразительным выводам Люди доверяющие интуиции В 5 раз меньше Попадают в аварии В 7 раз реже Получают травмы В 2 раза меньше Страдают Сердечно-сосудистыми Заболеваниями И подхватывают Заразные болезни Доказан еще один Любопытный факт Интуиция Развита гораздо лучше У женщин Чем у мужчин В юности С известной писательницей Дарьей Донцовой Произошел удивительный случай Впервые в жизни Она поехала отдыхать одна В Адлер На Черноморское побережье 31 августа Я наивная девушка Приехала В аэропорт города Адлера Чтобы купить Обратный билет в Москву Оказалось Что в кассе билетов нет Ближайший рейс На который еще остались билеты Полетит через неделю Дарья была Не готова К такому повороту событий Ведь на следующий день У нее начинались Занятия в университете Я была еще очень наглая Потому что мне было 17 лет И у меня папа был Депутат Верховного Совета Член ЦК КПСС То есть понимаете, да? И я не то чтобы Всем этим пользовалась Но я понимала Что на какое-то Исключительное положение Поэтому когда я не достала билета Я побежала к начальнику Аэровокзала Вошла к нему и сказала Здравствуйте Меня зовут так-то и так-то Мой папа такой-то и такой-то Продайте мне билет Начальник вокзала Долго объяснял девушке Все билеты проданы Но Дарья требовала Немедленно отправить ее в Москву Георгий Михайлович мечтал о космосе Но как попасть в число первопроходцев? Будущий космонавт прошел Множество сложных испытаний Пока не оказался на орбите Желающих было много 200 человек на место Будущие космонавты Должны были пройти 80 тестов Георгий Гречко помнит каждый И вдруг Мне говорят, что я прошел А дальше Вот по горячности своей По легковерности По черчу искренности Я все время Попадаю в какие-то ситуации Тяжелые Георгия Михайловича Зачислили в Центр подготовки космонавтов Но случилось новое несчастье Во время прыжка с парашютом Он сломал ногу С мечтой о космосе Можно было попрощаться Судьба разделилась пополам Вот здесь то, что было до перелома А вот здесь уже после перелома Меня положили в госпиталь И сказали Узрастет нога Там на следующий год Будешь сдавать опять все проходить Но это было просто Вежливая форма отказа Ясно было, что это все В госпитале он пролежал несколько недель Георгий Михайлович был в отчаянии Врачи говорили, что он не сможет ходить Но Произошло чудо И вдруг приезжает Вот Там есть Фотография Комарова И он меня вытаскивает Из госпиталя Опять на подготовку И Меня вез Центр подготовки космонавтов С ломаной ногой В гипсе Хирург Мокров Врач Человек гуманной профессии Он Целый час Что мы ехали Говорил Какой дурак Тебя Велел На подготовку Кому ты там Нужен Со сломанной ногой Что У нас Не хватает Космонавтов С целыми ногами Георгий Михайлович Считает Ему помогает Ангел-хранитель Ведь Мистические случаи Случаются в его жизни Постоянно Например Вещи и сны Георгий Михайлович Медленно шел По темному коридору И попал В незнакомую комнату Там на кровати Лежала его жена Накрытая белым полотном Георгий Михайлович Откинул полок И с ужасом понял Женщина Мертва Космонавт Проснулся в холодном поту Звонил телефон Незнакомый голос Сообщил Его жена Погибла Под электричкой Не дай бог Увидеть такое еще раз Я бы звонил Предупреждал Просил не выходить на улицу Но вот этот сон Показал мне Что Вот моя наука Да Физика Математика Она еще не все знает Может Что есть какие-то миры Пространства Другие может быть Времена Где можно Видеть даже будущее Ну если это есть А это я лично убедился Я никого не хочу убеждать Кто не верит Пусть не верит Но я знаю Есть вещи ясны Есть судьба Есть ангел-хранитель Про удачливого человека говорят Родился под счастливой звездой Возможно звезды действительно влияют на судьбу А могут ли они стать хранителями? Оказывается Да Одна из библейских историй гласит Сын Ноя Хам Еще несколько тысячелетий назад Изготавливал талисманы и обереги Используя энергию звезд и планет Его даже прозвали Сын звезд Он наносил на пергамент Таинственные символы Их нужно было носить с собой Для того чтобы заручиться Небесной поддержкой Астрологи до сих пор уверены Звезды способны не только приносить удачу Но и защищать от опасности Певец Сергей Крылов приобрел себе самого необычного хранителя Неизвестную звезду Говорит что с этого момента постоянно чувствует небесную защиту Если у тебя фантазия работает Ночи ты смотришь Вау сколько звезд А тебе говорят А хотите мы какую-нибудь звезду Назовем вашим именем Имя для звездного талисмана Сергей выбрал сам Он называет ее планетой АСС-219 И перед каждым концертом Обязательно смотрит в звездное небо Она его оберегает Он опирается Он там на уровне клеточной памяти идет связь с его планетой А еще звезды определяют судьбу человека Иногда ее сравнивают с дорогой И если человек по каким-то причинам сворачивается своего пути Ему посылаются знаки Ох как хорошо Именно это произошло с солистом группы ПМ Вячеславом Бодоликой Он не знал что лучше выбрать Музыку или футбол Либо ангел-хранитель Либо Господь Бог Просто-напросто помогает выбрать правильное решение Благодаря какой-то сложной ситуации Которую ты в тот момент Еще собственно говоря абсолютно не Ну ты не понимаешь почему это произошло Ты можешь мучиться Ты можешь страдать Ты можешь в эти моменты переживать какие-то страшные минуты своей жизни Но ты потом со временем понимаешь Что это было к лучшему Собственно говоря у меня была в жизни такая маленькая история Которую я на сегодняшний день благодарен Когда Вячеславу было 14 лет он играл в футбол Был капитаном команды и собирался покорить футбольный Олимп Но в семье Вячеслава все были музыкантами И мальчика тоже готовили к музыкальной карьере Безусловно отец будучи заводителем культуры города Он мечтал о том что у него будет талантливый сын Играющий на скрипке и будет продолжение рода Никак он не думал о том что сын его будет футболистом И конечно он сильно переживал по этому поводу Я в свою очередь очень сильно хотел быть футболистом Я не понимал как мальчик, мужчина может играть на скрипке И вообще что это такое Как-то не по-пацански все это дело Но все решила судьба Во время очередного матча Вячеслав получил тяжелейшую травму У него были повреждены кости ноги Это была сумасшедшая история Почему? Потому что Одна кость у меня неправильно срослась Меня ломали заново В общем полгода жизни Может быть даже больше Сейчас уже не помню Я видел ежедневные мамины слезы Папины переживания На футбольной карьере был поставлен крест Врачи не давали никаких гарантий Вячеслав стиснув зубы Заново учился ходить Папа сделал очень хитрый ход За что я очень благодарен Опять же, это просто так не могло произойти И он меня отвозит на большой фестиваль в Румынию Большой классический фестиваль В эту атмосферу я попал впервые Это фраки, это классическая музыка Это шампанское, это икра, это этикет Вячеслав оказался самым юным участником фестиваля И это не помешало ему с достоинством Выдержать конкурсные испытания Он стоял на сцене, где до него играли Величайшие музыканты И испытывал необыкновенное счастье В тот вечер юноша принял Самое важное решение в своей жизни Он выбрал музыкальную карьеру Если бы не этот случай Но абсолютно точно непонятно, что было бы Может быть, я там для себя Все-таки там процентов на 20-30 превышал Голоса Голос не навязчивый А голос, который в трудной ситуации Помогает принять решение До места назначения Она доехала без приключений Всем раздали задания Игра началась Поступило сообщение о том Что нам нужно двигаться К центральному рэпу парка Калинина То есть мы поехали В машине сидело еще помимо меня Трое человек Мы проехали перекресток Фермы Мир И вот не доезжая округ Галин Может метров за 500 У меня начала заносить машина Девушка отчаянно вцепилась в руль И сбросила скорость Машину закрутила И вынесла с проспекта Автомобиль врезался в автобус Мне рассказывали Как нужно в таких ситуациях поступать И просто когда я уже поняла Что уже бесполезно Что-то делать с машиной Я просто уже поддалась случаю Ну что произойдет, то произойдет Получается я в тот момент Уже когда отпустила руль Я уже тогда теряла сознание То есть я уже не видела Вот этого всего удара Куда там, что там Анастасия очнулась Через несколько минут Голова кружилась А левую ногу девушка Вообще не чувствовала Анастасия оглянулась И увидела, что в машине Кроме нее Никого нет Я побоялась То, что машина Вот сейчас там загорится Или рванет Не дай бог, что с ней случится Ну из машины уже все вышли И я, ну не знаю Каким образом Я просто оттуда Ну выскочила Место для ног Как я потом посмотрела Там вообще не существовало Просто там Ну невозможно сидеть было Вышла из машины Просто не понимая себя Не оценивая ситуацию Что произошло Мне как в тумане было Я не верила в то, что Произошла вот эта вот авария Анастасия плохо помнит Что происходило дальше Как приехала скорая И увезла ее в больницу В приемном покое Врачи сказали ей Ноги сломаны Три недели девушке Предстояло ходить в гипсе Но что такое гипс По сравнению Со спасенной жизнью Анастасия считает Что от смерти Ее спас ангел-хранитель Или святая Анастасия Ведь охраняют людей Не только ангелы Но и святые Например Николай Мерликийский Защищает мореплавателей Святой Юлиан Путешественников А святой Георгий Победоносец Помогает военным В историях О войне 812 года Очень много Есть примеров Когда Людям являлся Именно Победоносец Когда была битва За Москву Потому что Победоносец Является хранителем Москвы И были люди Которые Описывали Видение Именно вот Этого ангела Который Давал им информацию Направлял их На какие-то действия Или Укреплял Верию Время от времени Это случается с каждым Например Начинает преследовать Определенное число На это число Выпадает И день свадьбы И номер машины И номер телефона Или К примеру Вспоминаешь Приятеля Которого не видел Несколько лет И тут же Сталкиваешься С ним на улице Лауреат Нобелевской премии Физик Вольфганг Паули И психолог Карл Густав Юнг Независимо друг от друга Пришли к единому выводу Случайных совпадений Не бывает Невероятный случай Произошел С писательницей Радисткой Кэт 23 октября 2002 года Девушка мечтала Попасть на знаменитый Мюзикл Норд-Ост Спектакль шел С аншлагами Совершенно неожиданно Лучшая подруга Подарила девушке билет Собирались идти вместе С самого утра Собственно было такое Приятное ожидание Вечера И все вот как-то Начало валиться из рук Я даже не могла Понять причину Просто настроение было Какое-то неважное Какое-то нервное А тут еще подруга позвонила Сказала, что она заболела И что может быть мы вообще Не пойдем никуда Но я была полна решимости Я сказала Нет, знаешь, я так долго ждала Я просто пойду, видимо, одна Вечером радистка Кэт Нарядилась Сделала прическу И макияж И приготовилась к выходу Ставила ключ В замочную скважину И с ужасом поняла Дверь открыть невозможно Я проворачивала ключ в замке В разные стороны Вроде он поворачивается А сам язычок из паза Он просто не выходит Я скакала, прыгала Вокруг этой двери То есть это мне было Чрезвычайно обидно То есть какое-то отчаяние Даже нахлынуло Я отвертку какую-то принесла Начала замок раскручивать Замок заклинило Девушка позвонила В службу спасения Бригада спасателей Приехала только через полтора часа Ожидание казалось бесконечным Радистка Кэт Включила телевизор И увидела Экстренный выпуск новостей Театральный центр На Дубровке Захвачен террористами Что я могла подумать Что Бог отвел Или не знаю Ангел-хранитель Меня туда не пустил Я просто сидела И испытывала Какое-то ощущение Тихого ужаса То есть как вообще Такое могло произойти Что я могла быть там Среди этих людей И вообще могла погибнуть Считается, что ангел-хранитель Есть у каждого человека Он появляется в момент рождения Это невидимый дух Который всегда находится рядом И оберегает человека Всю жизнь Верить в него Верить в него или нет Каждый решает сам Космонавт Георгий Гречко Убежден У него ангел-хранитель Есть Ведь он не единожды Спасал Георгия Михайловича От смерти Я пять раз тонул И каждый раз оставался живой Я пару раз был в смертельной опасности на мотоцикле Один раз я через руль перелетел в лес Летел головой вперед И просто пролетел между деревьев Если бы ударился головой об дерево То мозги бы там на дереве остались Рос Георгий Михайлович Во время Великой Отечественной войны По вечерам вместе с друзьями Пробирался на заброшенный военный склад Там было много интересного Мальчишки находили всевозможные боеприпасы Оружие, патроны, взрыватели Георгий Михайлович отчетливо помнит тот день Когда его друг нашел на складе ржавый снаряд Не чувствуя опасности Мальчик взял снаряд в руки Раздался взрыв Его разорвало на куски А я стоял ближе всех Ну метров шесть-семь И меня ни один осколок не задел А мы друзья Вот брат был далеко И за стеной Толчала только нога В ногу маленький осколочек попал А другого грудь немного поранило Третьему Значит в бедро вошел осколок А я опять остался Значит невредимый Сегодня Георгий Михайлович говорит Что это настоящее чудо Его спас ангел-хранитель Он же помогал ему следовать своей судьбе В конце концов она получила билет Дарья позвонила домой Назвала номер рейса И отправилась на регистрацию Девушка шла по зданию аэровокзала И с ужасом понимала На этом самолете Она лететь не хочет Около кассы Какой-то мужчина сдавал билет На следующий рейс Это было настоящее чудо Дарья тут же поменяла билет И успокоилась Через два часа Будущая писательница Вылетела в Москву Полет проходил нормально Вдруг к пассажирам Вышла стюардесса Она предупредила У самолета не выпускается шасси Посадка будет аварийной Эти минуты Дарья Запомнила на всю жизнь Самолет все же удалось посадить Пассажиров выводили Из самолета по одному Около каждого выхода Стояли солдаты Шеренгой такой Нас повели И такой, знаете, нас ведут А там вдали Какой-то дым Запах очень неприятный Машин много Скорая помощь пожарная И вот эти солдаты Которые идут Они только все время повторяют Не смотрите направо Не смотрите направо Не смотрите направо Ясное дело Я сразу посмотрела направо А там какой-то дым И что-то там нехорошее По громкоговорителю Дарья услышала свою фамилию В аэропорту ее ждал Обезумевший от гури отец Оказалось, что самолет На котором должна была лететь Дарья Разбился при посадке С тех пор на самолетах Дарья Донцова больше не летает Это можно назвать интуицией Все равно что-то есть Называть можно разными названиями Но в ее случае Если она не верит в хранителей И уверена, что там что-то с болтиком случилось Но все равно эта интуиция Подсказала ей Не садиться в этот самолет В 1958 году Американские социологи Пришли к потрясающему выводу Транспорт, попавший в катастрофу Всегда заполнен лишь на 60% Они вычислили и обратную закономерность Если транспорт заполнен на 75% Крушение маловероятно Они отметили еще одну особенность На приговоренном рейсе Резко возрастает число пассажиров Которые отказываются от поездки В последний момент Люди получают какие-то знаки Слушают либо свою интуицию Либо слушают знаки От ангелов-хранителей Которые мешают им сесть на самолет То есть можно сказать Что да, действительно Вот эта разница Это как раз есть те люди Которые получили от своих ангелов-хранителей Какие-то знаки Либо ангелов-хранителей Не дали им сесть на самолет Который потерпит крушение Летом 1984 года С борта орбитальной космической станции Салют-7 пришло странное сообщение Космонавты Олег Атьков Владимир Соловьев И Леонид Кизим Наблюдали необъяснимые явления Вокруг корабля появилось Яркое оранжевое свечение В котором космонавты увидели Фигуры ангелов В течение 10 минут Ангелы сопровождали салют-7 А затем исчезли Через 13 дней история повторилась Явление ангелов Наблюдали уже 6 очевидцев К космонавтам присоединились Светлана Савицкая Игорь Волк И Владимир Дженебеков В ярком свете снова появились 7 крылатых фигур Каждый размером с авиалайнер Они летели рядом с кораблем И улыбались Что это было? Массовая галлюцинация Или настоящие ангелы? Слово ангел В переводе с древнегреческого Означает вестник Послание Именно ангелы Передают человеку Божественную волю Так, согласно Библии Ангел сообщил Деве Марии О рождении Божественного младенца Иисуса 10 божественных заповедей Получены Моисеем На горе Синай От огненного ангела Об ангелах пишут все религиозные и мистические учения У них есть имена и строгая иерархия Серафимы, Херувимы, Архангелы, Ангелы Мистики утверждают Человек может с ними общаться Даже люди, связанные с магией Ведьмы, экстрасенсы и колдуны Утверждают, что они видят ангелов Они умеют призывать своих хранителей При помощи мистических обрядов Делаешь обряд на то, чтобы он появился И он сам по себе приходит Знаете, как бывает Кот прибился, допустим, рыжий кот пришел Внезапно появился у вашего порога дома Это и есть Если вы делаете обряд С целью призвать всех помощников Как ангела-хранителя Чтобы он нас оберегал От каких-либо негативных воздействий От любого негатива В принципе, вот Это все реально сделать Лишь ангелы-хранители появляются сами Когда человеку угрожает серьезная опасность Принято считать, что в день именин Ангел-хранитель спускается на землю И целый день находится рядом с человеком В этот день ангелы активны Если его празднуют в церкви Естественно, этот ангел присутствует здесь И, наверное, он помогает быстрее тем Кто к нему обращается Те, кто принадлежит его епархии Например, носит такое же имя, как он Этот святой, этот ангел И был создан для того, чтобы помогать людям Вот именно с этой программой С этим именем 23-летняя Анастасия Фадкулина В день своих именин должна была погибнуть Но осталась жива Это произошло в 2007 году Анастасия увлекалась Автомобильной игрой дозор Несколько человек Разбивались на команды И получали задания Которые надо было выполнить В течение ночи Для того, чтобы поиграть Нужен автомобиль Им управляет пилот Также нужен штурм То есть это соседний человек Который сидит рядом У него должна быть карта на руках города В роковое утро Анастасия встала В прекрасном расположении духа Сегодня был день ее именин Она решила отметить его необычно Поиграть в дозор Девушка тщательно готовилась к игре Достала карту, фонарик, телефон У меня где-то часов с 7 вечера У меня было такое желание Вообще не садиться сегодня за руль И никуда вообще из дома не выходить Игра начиналась в 10 часов А в 9 часов нам надо было быть Вот в Эремеле Вот мы встречались с командой Со всей Нам надо было там договориться Все вот это сделать И мне оставалось буквально 2 часа Дать точный ответ Как бы буду я играть сегодня или нет Анастасия взяла телефон И даже набрала номер Но что-то ее остановило Не дождавшись ответа Она положила трубку Внутренний голос подсказывал ей Не надо ехать Часто приходит пациент Который рассказывает Что им помогает Внутренняя интуиция Которая иногда появляется В виде каких-то ощущений Больная карьера И я этого сильно хотел Мне сильно это нравилось А если бы я думал Что не произошел бы этот случай Ну вряд ли был бы музыкант Вряд ли я потом поступил В музыкальное училище Вряд ли я потом бы поступил В консерваторию Вряд ли я попал бы в шоу-бизнес большой И вряд ли я бы сейчас давал бы интервью И рассказывал вам об этом Изначально ювелирные изделия Имели оккультное назначение Поэтому носить золотые и серебряные украшения Дозволялось только знати и духовному сословию Сегодня ситуация изменилась Но вера в магическую силу драгоценности осталась В чем секрет? Может это просто мираж И он растает так же как дым Солистка группы Мираж Наталья Гулькина Считает своим амулетом вот это кольцо с горным хрусталем Оно попало к Наталье при загадочных обстоятельствах Группа Мираж гастролировала в Германии После концерта Наталья прогуливалась по магазинам Берлина В ювелирной лавке она увидела необычное серебряное колечко Наталья померила его Кольцо сидело как влитое И решила купить украшение Но узнав цену Сразу же отказалась от покупки Милая безделушка стоила очень дорого Невероятно Но с этого момента Певица не могла найти себе места У нее все валилось из рук Внутренний голос говорил ей Это кольцо Сделано специально для тебя Я все время про него думала Смейнала Я решила нет я его куплю Я не знаю почему Откуда ко мне пришла эта мысль Но она пришла ко мне эта мысль Что я это кольцо должна одевать Вот всегда когда какие-то мои вот сложные моменты Да Там не знаю Какие-то экзамены в жизни мягко говоря Да В последний день гастролей Наталья не выдержала Она вернулась в магазин Купила колечко И сразу же успокоилась Певица верит Украшение стало ее хранителем Она надевает его перед каждым выступлением И в сложных жизненных ситуациях В чем же секрет таинственного колечка Возможно все дело в горном хрустале Считается что этот светлый кристалл Положительно влияет на судьбу своего владельца Притягивая в его жизнь только хорошее Она когда держит вот в руках этот кристалл Ну он у нее на пальцы одет Она верит в то что он ей приносит удачу Так вот кристаллическая порода самого хрусталя Дает ей возможность просто настолько усилить Вот эту вот свою удачу Что действительно к ней приходит вот везение Горный хрусталь Издавна использует экстрасенсы и колдуны Считая его камнем интуиции Специалисты в области биоэнергетики объясняют Излучение минерала резонирует с высшим энергетическим центром человека Чакрой, которая отвечает за невидимую связь человека с космосом Способность воспринимать космическую информацию Наделяет человека пророческим даром Не случайно именно горный хрусталь Используют для гаданий и предсказания будущего Одна из самых известных прорицательниц 20 века Англичанка Нейл Сент-Джон Монтегю Получила свой уникальный пророческий дар Благодаря хрустальному шару Семья Нейл жила тогда в Индии Все началось после того, как няня подарила девочке экзотическую игрушку Шар из горного хрусталя Пятилетняя девочка внимательно рассматривала шар и вдруг почувствовала Он начал терять форму На его месте появилось туманное пятно Затем я увидела спальню моей матушки На кровати лежал синий халат с вышивкой Мама подошла к кровати, протянула руки, чтобы взять халат И вдруг в мягких складках шелка что-то зашевелилось Это была кобра Она выгнулась, замерев перед броском Я испугалась и выронила шар Перепуганная Нейл бросилась к матери Чтобы успокоить дочь, женщина позвала охранника И они втроем вошли в спальню Матушка подошла к кровати И вдруг часовой с криком оттолкнул ее в сторону Из складок халата стремительно возникла кобра Змея готовилась к прыжку Все, что увидела Нейл в хрустальном шаре Исполнилось в точности После того, как Наталья Гуйкина стала носить кольцо-амулет с горным хрусталем Она тоже научилась интуитивно предчувствовать несчастье И избегать их Более того, в ее жизни стали появляться люди с невероятными способностями Однажды на гастролях Наталья заболела Выступление было под угрозой Неожиданно в гостиничном номере раздался звонок Неизвестная поклонница сообщила Эта болезнь – результат сглаза И предложила почистить ауру Наталья согласилась Буквально за полчаса Женщина, а она оказалась сильным экстрасенсом Поставила певицу на ноги И концерт состоялся После обряда очищения Таинственная поклонница дала Гуйкиной совет Как защищаться от негативного воздействия По словам экстрасенса Нужно мысленно рисовать вокруг себя светлый кокон Одевай себя вот просто вот такое вот прям вот в яйцо То есть и когда ты вот совершенно вот сознательно рисуешь вот этот вот кокон себе Представляешь, чувствуешь, что ты в нем Ты реально в нем оказываешься И всякая плохая энергетика И, так сказать, какие-то отрицательные вещи Которые вокруг везде витают И, так сказать, царят Да, они мимо тебя Они будут просто биться как об стену Вот И, собственно, будет тебе это помогать и спасать У кубинского руководителя Фиделя Кастро Есть талисман, изготовленный из черепов преступников Этот магический предмет ему подарили африканские колдуны Оперный певец Федор Шаляпин считал своим талисманом перстень с алмазом По легенде, это ювелирное украшение, заговоренное на защиту от темных сил Оберегало самого Петра Первого Треуголка была берегом Наполеона Бонапарта А композитор Геннадий Гладков связывает свою удачу с ковбойской шляпой Вера в волшебную силу предметов жива до сих пор Например, герой Великой Отечественной войны Илья Иоффа считает своим талисманом вот эту маленькую записную книжку Я когда на нее гляжу или рассказываю, ну я не могу сразу Меня берет такое стрессовое состояние, я волнуюсь очень, ну как бы сказать Эта книжка имеет у нас дома, как бы сказать, легендарное значение Это произошло в 1943 году под Донецком Илья Иоффа служил в танковом подразделении Советские войска шли в наступление Бой длился почти 4 часа, когда в танк Ильи попал снаряд И в этот момент снаряд